Мы искренне надеемся, что многие из наших зрителей сейчас сидят дома и не выходят на улицу без крайней на то необходимости. Даже сидя дома, можно сейчас быть полезным своей стране, своему обществу. Например, общественные организации объединились и помогают нашим медикам, присоединившись к горячей линии Минздрава. Кстати, для того, чтобы сделать этот репортаж, нашей съемочной группе даже не пришлось покинуть территорию своей телестудии. Киараз и Ашана решили поддержать Министерство здравоохранения и соцобеспечения. Сейчас сотрудники организации и их волонтеры получают инструкции от медиков, чтобы отвечать на вопросы по существу. Директор благотворительной общественной организации Киараз Кама Гопи рассказывает, что оставаться безучастным в нынешних обстоятельствах не получается. Хочется все свои ресурсы, все свои силы и время по возможности направить на решение возникающих проблем. Понимаю, что горячая линия Минздрава сегодня крайне загружена. Хотелось хоть как-то освободить врачей от потока звонков. А почему важно поддержать Минздрав? Я считаю, что, наверное, не обязательно быть медиком, чтобы отвечать на звонки и отвечать на элементарные вопросы. Интернет сегодня заполнен инструкциями и любой человек, по сути, владеет той же информацией, что и врачи горячей линии. И поэтому важно дать возможность врачам заниматься своей основной деятельностью, то есть готовиться, выезжать на вызовы и, соответственно, лечить наших людей. Такой же позиции придерживается коллега Камы, директор благотворительного фонда Ашана Мактина Джинджолия. Несмотря на то, что Ашана специализируется на работе с детьми, сегодня фонд считает, что оставаться в стороне от пандемии невозможно. Мы не могли оставаться в стороне в данной ситуации, так как мы часто говорим о том, что фонд Ашана всегда стоит на страже здоровья детей. Но в данной ситуации в помощи нуждаются не только дети, но и все население нашей республики, в том числе и взрослое население. С 9 утра до 9 вечера, позвонив по телефону фонда 773-5050, вы можете получить самую актуальную информацию по коронавирусу. Вы можете узнать, как действовать в случае выявления признаков заболевания коронавирусной инфекцией, куда обращаться и как правильно себя вести, не паниковать, куда звонить, куда обращаться. У Киараза уже есть пять волонтеров, готовых приступить к работе на горячей линии Минздрава. Сама Кама Гопия готова взять на себя звонки по горячей линии после 9 вечера и быть на телефоне до утра. Эти детали будут обсуждаться позже. На данный момент я готова взять на себя звонки в ночное время, но это пока на стадии обсуждения. На что я буду делать акцент? Хотелось бы как минимум дать возможность людям дозвониться, услышать «да, мы вас слушаем», потому что когда ты не можешь дозвониться, начинаешь паниковать, накручивать и предпринимать неверные шаги. Важно понимать, что руководители фондов и их сотрудники действуют по договоренности. И согласованы с медиками. И ни в коем случае не берут на себя их роль. При этом подробной инструкции достаточно, чтобы волонтеры смогли доступно доносить до населения информацию. В случае, если вопросы будут касаться больше медицины, более глубокий медицинского характера, мы будем обращаться к Мазине Будго, заведующей детским отделением инфекционной больницы. Поэтому еще раз напоминаю, что с завтрашнего дня, 27 марта по 7 апреля, вы можете звонить по телефону 773-5050 с 9 утра до 9 вечера. Нам предоставили инструкции для приема звонков. Конечно, прежде всего, хотелось бы, чтобы наши люди поняли наше участие в этом и не судили за то, что мы не являемся медиками. И хочется, чтобы мы сегодня помогли нашим врачам, чтобы мы сохранили их силы для того, чтобы они имели возможность нас лечить. Удачи нам всем. Мы верим, что все обойдется. Сами сотрудники общественных организаций и волонтеры вот так отвечают на вопрос о собственной мотивации. Я, как сотрудник фонда Ашаны, не могла остаться в стороне в связи со сложившейся ситуацией в республике. Министерство здравоохранения Республики Абхазия предоставило возможность людям, которые не имеют медицинское образование, но хотят позаботиться о своих гражданах, принять участие в том, чтобы оказывать помощь по горячей линии. Почему я решил стать волонтером? Во-первых, волонтер – это ответственный человек, который придет на помощь и окажет любую возможную помощь. Во-вторых, быть волонтером – это работать на благо общества. Почему я решил поддержать Минздрав? Я понимаю, что любая поддержка, любая помощь для них бесценна. И что мы вместе будем сильнее, что эта помощь не будет лишней. Если вы хотите помочь нашим медикам и стать волонтерами Минздрава, то связывайтесь с Ухумской городской инфекционной больницей по номеру телефона 925 97 83. 925 97 83. Помните, что сейчас можно быть полезными, даже не выходя из дома. Элеонора Гилаян, Абазатовая.